Продолжение следует... Потери среди военных тоже будут огромные. Наши западные партнеры еще подкинут оружие, денег, всего, что только можно, чтобы на этот раз уничтожить таки Россию руками украинцев. Чем хуже, тем лучше, что ли? Неужели коммунисты выступают за это? Ну, во-первых, фраза «чем хуже, тем лучше» коммунистами не произносилась. Во-вторых, коммунисты выступают не... Если речь идет о мировой империалистической войне, коммунисты выступают не за поражение своего империалистического отечества, а за поражение всех империалистических отечеств. А бороться за поражение всех империалистов возможно только в том случае, если выстраивается коммунистический, единый коммунистический, антиимпериалистический, если хотите, фронт. А выстраивается он на прочном фундаменте, хоть на зыбком фундаменте классовой борьбы. В отсутствие этого фундамента очень сложно желать или не желать какого-нибудь там поражения или победы. Необходима какая-то маломальская субъектность для того, чтобы выступать с позицией. Поэтому то, что будут делать западные партнеры, и то, что будут делать российские партнеры, и то, до чего кто дотянется, вообще в ничтожной, в нулевой сегодня степени, зависит от того, что говорят, хотят, думают, на что надеются коммунисты. Но без этой важной позиции добиться честной, солидарной сплоченности внутри антиимпериалистического движения невозможно. Потому что получается, что вы выступаете за то, чтобы был свергнут Зеленский, но на собственный двор, на собственных буржуев и на собственных, так сказать, кровопийц вы предпочли бы закрыть глаза. Потому что здесь у нас классовая борьба, там, или здесь у них, там, во Франции, в Италии, где угодно, помогай мне изоб. У них все отсутствует. Вы займите... То есть важно, что каждый в контексте строительства этого нового интернационала должен в первую очередь думать о собственном бревне, а не о соседском. Это концепция, идеология такая. Вот. Ну и, наконец, по поводу страшных последствий хирургической операции, за ходом которой мы с трепетом наблюдаем все эти месяцы. Понимаете, какая штука? Мы оказались... Мы оказались в обстановке, когда, вроде бы как, обратно же уже ничего не отмотаешь. Даже если некоторые из тех, кто хотел бы. И, следовательно, возникает вопрос, а что теперь с этим... А вы что предлагаете? А что теперь с этим делать? А ничего, наблюдать вот за тем, что будет. А что будет? А будет... Клочки по закоулочкам будут, взаимное истощение. Истощение до степени, когда банкротство политическое замаячит на горизонте для каждого политического класса. Для всех участников банкета. Для всех абсолютно вплоть до какого-нибудь Пекина. Потому что эта тема не закончится. Никаким зерновым соглашением. И под ковер его уж точно теперь не замести. И значит, то, на что могут ориентироваться коммунисты, к чему они могут готовиться, это к моменту, когда от этого процесса все народы, умывшись кровью, устанут до такой степени, что, наконец, созреют для того, чтобы задать себе вопрос, а за что и зачем? В интересах кого? И в этот момент должен быть кто-то, кто даст ответ на такой вопрос. Ну и, наконец, последнее. Вы говорите о том, что... Ну, в Первую мировую похожим образом выстраивала социал-шовинистская охранительская линия, что немец дойдет до Урала, поработит высочайшую русскую культуру, мы все будем фельдфебелями, отторгнет Украину до Дальнего Востока, российскую территорию сожрет. В действительности, как мы знаем, получилось несколько иначе. И немецкому империализму было нанесено поражение, и русский империализм не устоял. Но сил и средств для того, чтобы реализовать описанную вами задачу, с моей точки зрения, дилетантской, у коллективного Запада нет. И задачи у коллективного Запада, устроить там, знаете, кровавый хаос на 11-часовых поясов, чтобы там ядерные бомбы из рук в руки кочевали, нет. У них задача другая. Вот если я вот смотрю, постоянно читаю то, что они там у себя в заграницах говорят, ну, где я нахожусь, вот. И там идея в другом же состоит. Их задача смена политического режима для того, чтобы перенастроить Россию немножко на другой лад. Чем в идеале Россия, с их точки зрения, должна была бы являться? Она должна бы быть государством, обладающим, может быть, даже каким-то военным потенциалом, под руководством абсолютно проамериканского политика, какого-нибудь, ну, вы можете подобрать фамилию. Их достаточно. А самое главное, которое находилось бы в положении, в таком положении по отношению к Китаю, в каком Украина находится по отношению к России сегодня. Вот главный приз. Им вовсе не нужно просто там вот взять и... Это же надо всем этим управлять. Представляете, какой масштаб, сколько нужно человеческих ресурсов. Тут некоторые откровенные фантазеры рассуждали о том, что они могут немаленькую территорию и население Украины взять под надзор. Какими силами, какими ресурсами? Что это за... Но с той стороны фантазеров не очень много, как показал последний год. И я не думаю, что там подобные планы рассматриваются всерьез. Их задача — перехватить контроль, управление, сделать все как при дедушке. Вот так вот. Ну, проблема в том, что у нас сейчас во многом как при дедушке. И то, что мы наблюдаем закономерный результат 30-летнего развития, как при дедушке, и преемственности Солженицынской, как при дедушке.